Привет всем любителям кино! Не успели еще отгреметь страсти по парку Юрского периода 2, как в прокат выходит новый блокбастер с доисторическим монстром, Мегалодоном, противостоять которому должен Джейсон Стейтем? И о том, как это противостояние смотрится на экране, ответят критики. Сергей Агеев от CatSlim.ru, оценка плохо. Все, что осилил Тертилтоп, это две или три относительно эффектные сцены со здоровенной зубастой акулой-каракулой, Большую же часть экранного времени нам показывают скучающих актеров, которым совершенно нечего играть. Сергей Аболонков, афиша Mail.ru, оценка 5 из 10. Мег как бы говорит нам, человеческая глупость беспредельна, но Стейтем все равно всех победит. В результате время от времени хочется поболеть за акулу, а не за ее жертв, что вряд ли соответствует задумке авторов картины. Ленар Гимашев, Plugged In, оценка 5 из 10. Знаете, можно долго расписывать проблемы ленты. Странное поведение героев и плевать в сторону натянутой драмы. Но факт в том, что Мег не считает зрителя за дурака и оставляет после просмотра приятные впечатления. Да, с ощущением, что ты посмотрел какой-то трэшачок за сотню с лишним миллионов долларов. Но эти люди хотели сделать этот трэшачок интересным. И у них это во многом получилось. Эдуард Голубев, Катонавты, оценка 6 из 10. Насилие максимально абстрагировано от зрителя. Поэтому даже в самые, по сути, зверские моменты, на экране происходит детская сказка. Может поэтому Мег забывается практически сразу после выхода из кинозала. Денис Варков, Канобу, оценка хорошо. Мег оставляет вполне приятное впечатление. Картина вряд ли удивит тех, кто ждал кровавого экшена. Но любителям акул фильм непременно стоит посмотреть. Сергей Сергеенко, The Hollywood Reporter, оценка хорошо. Мег изначально не претендовал на что-то выдающееся. Это типичный летний блокбастер для периода затишья. Хорошие актеры и бодрый экшен при нелепом сюжете и отсутствии логики. Если есть желание отключить мозг и насладиться картинкой, то противостояние акулы-гиганта из Тейтема не худший вариант. Парфенов, HorrorZone.ru, оценка 4,5 из 5. Больно уж натурально выглядит этот монстр. Больно уж круто прорисованы все маломальские детали. Впечатление производит сроки тому, что когда-то испытали зрители Терминатора 2. Изумление и восторг. Как видим, разброс мнения критиков большой. От плохих до восторженных оценок. Но идти или не идти на этот фильм в кино решать только вам. С вами был Кинодиван. Понравилось видео, ставьте мегалодона и подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok